Поддержим местного сельхозпроизводителя. Покупай Чувашское. Такие призывы из уст представителей органов власти звучат постоянно. Какова доля продукции чувашских аграриев на прилавках Чебоксар и насколько она конкурентоспособна, выясняла специальная комиссия во главе с министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым. Мини-рынок на улице Льер один из самых старейших в Чебоксарах. Здесь можно найти все, что угодно. Морковь, зелень, кабачки, малина. Все продукты прямиком с грядки. С самого раннего утра здесь немало покупателей. Выбор большой, цены приемлемые. Народ, когда приходит, предпочтение делает? Чувашское брать или местные спрашивают? Или не важно? Нет, точно, конечно, спрашивают. А когда говорят, что Чувашский народ больше берет? Доверие больше? Да, конечно, больше. Ежедневно сюда приезжают сельхозпроизводители из всех близлежащих муниципалитетов. Тамара Петрова из Маргаушского района торгует здесь не первый год. Рассказывается, сейчас особый спрос на молодой картофель. Цены разные. У нас сегодняшний день их есть по 10, по 20, по 30, по 40. Самая дорогая цена пока у нас сегодняшний день по 40. Но очень быстро дешевлеет. Места для торговли администрация города выделяет бесплатно. Время продажи не ограничено хоть до поздней ночи, и поэтому рынок привлекает все больше аграриев. Прилавков всем не хватает. Встал вопрос о создании новых площадок. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что они появятся в самое ближайшее время. Следующей точкой проверки стал магазин «Букет Чуваший», что в центре столицы. Под пристально вниманием комиссии весь ассортимент. Мясная и молочная продукция, хлеб, напитки, конфеты. Товары чувашского производителя здесь представлены практически на 100%. Мне нравится, да, местное производство. Магазин нормальный, в принципе, о чем можно сказать. Сортимент нормальный, прослушивание нормальный. Но качество более натуральное, меньше химии. На полках крупной федеральной розничной сети «Магзнит» представлено 25% местной продукции. Она отмечена специальными наклейками «Покупач Чувашский» или «Чувашский производитель». Гипермаркет сотрудничает со многими крупными предприятиями республики. Но работы в этом направлении еще немало. К примеру, охлажденное мясо есть только производство «Мариэл». Эту ситуацию обещают исправить. Переговоры с местными поставщиками уже ведутся. В целом, нарушений мониторинг не выявил, но обозначил проблемы. Нам надо научиться еще продавать те же овощи, тот же картофель, тот же мясо. Нам надо научиться правильно упаковывать именно в таком виде, какой требуется потребителю конечному. Удобная упаковка должна быть, все прозрачно, максимально вся информация должна быть выложена. И, конечно, в этом направлении нам нужно сегодня работать общими усилиями. Общими усилиями у нас все получится. Минтельхозе отмечают, такие проверки будут проводиться чаще. С их помощью можно узнать, на что нужно обратить внимание в первую очередь и какие меры необходимо предпринять по расширению ассортимента чувашской продукции на прилавках. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лагина, Сергей Адушкин, Республика.